Добрый день! К вашему вниманию очередная, я надеюсь, интересная задача от Клуба Дорог. Кто из водителей выбрал запрещенные траектории для движения? Нам предлагают следующие варианты ответов. Водитель синего автомобиля, водитель красного автомобиля, водитель зеленого автомобиля, водители красного и зеленого автомобилей. Или все-таки все траектории разрешены? Решайте задачу, а время пошло. Итак, время истекло. Свой ответ вы выбрали. А теперь вместе решим данную задачу. Водитель красного автомобиля, выезжая на дорогу с односторонним движением, был проинформирован о том, что одностороннее движение организовано слева направо. При этом, совершая поворот направо, водитель должен двигаться по возможности ближе к правому краю прорезшей части. Заезжая во вторую полосу, водитель нарушает правила. Водитель синего автомобиля также выезжает на дорогу с односторонним движением. Но с его стороны транспортный поток движется справа налево. При этом, главное ограничение от правил дорожного движения при повороте налево не заехать на встречную полосу. Полос до встречного движения в данной ситуации нет. Значит, водитель синего автомобиля, поворачивая налево, может заехать в любую полосу, даже в крайнюю правую. Водитель зеленого автомобиля приближается к перекрестку, на котором заканчивается одностороннее движение. Перед выполнением поворота налево, водителю необходимо было бы перестроиться на крайнюю левую полосу. Поворот налево с крайней правой полосы ему запрещен. Траектория, которую он выбрал для себя, является запрещенной. Так что в данной ситуации из всех водителей запрещенные траектории выбрали водители зеленого и красного автомобилей. Правильный вариант ответа номер 4. Ну, как-то так. Если разбор данной задачи был вам интересен, то ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и комментируйте. А я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч.